В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Глава администрации Самары Олег Фурсов посетил с рабочим визитом завод по изготовлению сэндвич-панелей. Встречи с трудовыми коллективами промышленных предприятий и учреждений социальной сферы проводятся по инициативе самого главы администрации. На них Олег Фурсов рассказывает, как меняется работа городских властей и объясняет важность продолжающейся реформы местного самоуправления. На встрече главы города с коллективом завода побывал и наш корреспондент. Технология производства минеральной ваты подсказана самой природой. Процесс напоминает извержение вулкана. Камень плавится в печи при температуре в полторы тысячи градусов, образуя подобие лавы, и в центрифуге превращается в каменные волокна, из которых потом формируются плиты. Готовый продукт заключают между металлическими пластами. Получается сэндвич-панель. Производство полностью автоматизировано. Рабочие лишь выставляют параметры на компьютере. Глава администрации города Олег Фурсов встретился с коллективом Самарского завода, производящего сэндвич-панели. В ходе беседы заводчане задавали главе города интересующие вопросы, главным образом касающиеся реформы местного самоуправления. В сентябре предстоят выборы в районные советы. Более самостоятельными станут районные администрации, которые получат четкие полномочия и собственные бюджеты. Я частенько выезжаю в районы города, когда встречаюсь с людьми, мне задают практически одни и те же вопросы. Вот у нас там скамейка сломана, у нас, значит, там дорога не заасфальтирована внутри двора, куча мусора не убрана, детская площадка разломана. Но понятно, что после моего визита эти вопросы решаются. Но ведь не задача главы города, главы администрации города решать вот такие мелкие вопросы. Просто времени моего не хватит для решения этих вопросов. Они должны быть отрисованы местной власти. Заводчане интересовались и благоустройством города в целом. Мы видим, что сейчас идет ремонт фасадов достаточно активный. Куйбышево, Венцико, район Площады Революции. Будет ли ремонт не только вот этих двух центральных улиц, но и примыкающих к ним. К 2018 году будут отремонтированы все фасады домов, расположенных на туристических маршрутах, отметил Олег Фурсов. Кроме бюджетных денег на эти цели пойдут и частные инвестиции. Что касается въездных домов, вот у вас здесь по Пугачевскому тракту 14 домов идет. Это тоже ворота города, южные ворота города. Все эти дома, фасады и крыши будут в этом году также сделаны. Мы получили порядка 250 миллионов рублей из областного бюджета на то, чтобы провести капитальный ремонт целого перечня объектов. Вот такие въездные группы, они будут ремонтироваться в первую очередь. Олег Фурсов также рассказал о направлениях работы, на которых сейчас сосредоточен муниципалитет. Большое внимание оказывается закупке спецтехники, необходимой для уборки улиц и тротуаров, обновлению подвижного состава пассажирского транспорта, ремонту дорог и благоустройству города в целом. Глава администрации сообщил, что начаты работы по восстановлению турбаз, находящихся на территории Самары. Предполагается, что уже в следующем году большое число жителей смогут отдохнуть и оздоровиться, не выезжая за пределы области. Виктория Шарая, Марина Матвейшина, Константин Головин. События. Благоустройство Самары продолжается. Своего преображения ждет исторический центр. Масштабная работа регионального правительства и администрации города по реставрации фасадов уже началась. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова проведены переговоры с частными инвесторами, которые приглашаются к участию в преображении центра. Компании уже начали откликаться. На одном из объектов побывала наша съемочная группа. Дом у купцов Плехановых на улице Степана Разина больше ста лет. Ремонта здесь не было давно. Фасад требовал обновления. Привести здание в порядок вызвались инвесторы. Половина работы уже выполнена. Здание уже смотрится по-новому. Самарцы таким переменам рады. Я живу ниже, и у нас было бы хорошо, если бы там провели бы ремонт. Конечно, хорошо, потому что историческое место – это наша гордость. Вообще, хотелось бы, чтобы у нас в городе какой-то облик сохранился вот этот вот красивый. Когда вот в нашем старом городе делают что-то типа хай-тека, настолько вот как-то нелогично. Здорово. Я за. Привлечь к этой работе инвесторов поручил глава администрации Самары Олег Фурсов. Помочь городу привести в порядок фасады домов в историческом центре вызвались 10 представителей бизнеса. Городской департамент строительства и архитектуры составил специальный перечень зданий, из которого инвесторы могут выбрать любые объекты. Была создана межведомственная комиссия под моим руководством, которая обходит предварительно все эти объекты, делает фотофиксацию, делает описание работ, которые необходимо сделать на том или ином объекте, вставляет дефектную ведомость, и эти материалы передаются уже инвесторам. На этой неделе инвесторы приступят к ремонту фасадов на улицах Куйбышева и Пионерская. Всего в планах на этот год общими усилиями города, области и частного бизнеса обновить внешний вид порядка 100 зданий. Из них 14 фасадов отремонтируют в рамках программы по подготовке к Чемпионату мира по футболу. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Пока одни созидают, другие по разгильдяйству разрушают. К примеру, тольятинская компания «Ставропольхимстрой» произвела вскрытие асфальта на перекрестке улиц Агибалова и Маяковской. Без предупреждения, без документации и без видимых причин. По предварительным данным, за подобные сюрпризы виновникам придется заплатить полмиллиона рублей. Горизонт событий автором «Свежей черной дыры» осветил первый замглава администрации Владимир Василенко. Прямо со штаба по подготовке к зиме на проблемный участок, на пересечении улиц Агибалова и Маяковского, новый асфальт по контракту с городом положили пару дней назад. Под покровом ночи подрядчики, которые должны были вести плановые работы по коммунальным сетям без вскрытия, самовольно разрыли яму в центре проезжей части. Разобраться в ситуации приехал первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко. Не давал ему поручения копать заказчик, он это сделал самовольно. Вот когда тут пытается кто-то кого-то выиграть, сегодня именно по полной, будем говорить, на юрлицо и на должностное лицо максимально будут наложены штрафы. Более того, что для того, чтобы неповадно было руководителем, на этом примере показательно будет публично высечена подрядная организация. Никаких разрешающих документов на вскрытие асфальта у тольяттинской компании «Ставропольхимстрой» не было и нет. Теперь им придется выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей в городскую казну. Более того, за счет недобросовестного подрядчика будет восстановлено дорожное полотно. В данном месте проводились работы по реконструкции, уложенному асфальт и произошло разрушение. То есть это потраченные бюджетные средства. Данная организация, на свой счет, будет выполнять работы, связанные с ремонтом данного участка дороги. Владимир Василенко заявил с подрядчиком, город больше никогда не будет иметь дела, а штраф ему назначат максимальный, чтобы другим неповадно было. С организациями, которые не соблюдают требования и правила производства работ, отношения будут разрываться. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Трагическое происшествие произошло в Самаре. Около 10 утра на территории детского сада на улице Белгородской в железнодорожном районе на пятилетнюю девочку упала ветка дерева. Она буквально воткнулась в голову ребенка, после чего девочка потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую. Врачи реанимационной бригады увезли ее в больницу имени Середавина в тяжелом состоянии. Через несколько часов от полученных повреждений девочка скончалась в больнице. В соответствии с приказом Департамента образования городского округа Самара создана комиссия по расследованию несчастного случая. Кроме того, организованы дополнительные комиссионные проверки оздоровительно-образовательных центров и дошкольных учреждений Самары на предмет соблюдения мер безопасности, в том числе на прилегающих территориях. Семье ребенка будет оказана материальная помощь. Герой нашего следующего сюжета мог бы получить титул самого терпеливого мальчика в мире. Трехлетний Сережа Керничный за свою жизнь уже испытал на себе массу не самых приятных медицинских процедур. Каждый день ему делают болезненные перевязки, но ребенок относится к более философски и очень хочет выздороветь. С просьбой о помощи в редакцию телеканала обратились родители мальчика. Подвижный, любознательный и улыбчивый малыш ничем внешне не отличается от своих сверстников. И только родные трехлетнего Сережи знают, сколько всего пришлось вытерпеть ребенку. Год назад мальчик начал сильно худеть без каких-либо видимых причин. Родители обратились к врачу. На УЗИ обнаружили аномалию мочеполовой системы. Врачи сказали, нужно удалять почку. Ребенка стали готовить к операции. Но анализы крови оказались плохими и операцию отложили. Причину таких показателей в крови никак не могли найти. И самарские, и московские специалисты только разводили руками. В связи с этим, с высоким показателем, нам предлагают не большую операцию, которая нужна, а делать дренирование только почки. То есть выводят трубочку нам из почки напрямую в октябре. И вот с октября месяца сейчас Сережа живет с этой трубочкой пока вот из почки. Наконец, московский невропатолог предположил, что у ребенка миопатия, снижение работы мышц в почке. Диагноз подтверждается. Ребенка снова начинают готовить к операции в Москве. Но на врачебном консилиуме маму предупреждают, что во время операции у пациента с миопатией может сильно повыситься температура. И снизить ее может только один препарат в мире, который запрещен в России. Они мне говорят, что всего только 2%, что ребенок выживет в ходе операции без применения этого лекарства. На консилиуме сдержала слезы, но вышла оттуда, и мне было очень плохо, конечно, было очень тяжело. Когда мне врачи сказали, ну у вас есть еще ночь, как бы переждать перед операцией. Сначала я написала согласие, после этого, когда уже ночь, я, естественно, проплакала всю ночь, ребенка уложила и проплакала всю ночь. Утром я встала и сказала, что я не отдам своего ребенка. Специалисты посоветовали искать зарубежные клиники, которые могут использовать запрещенный в России препарат. За сложного пациента согласились взяться только в Израиле. Клиника Хадаса. Родителям выставили счет в 53 тысячи долларов, примерно 3 миллиона рублей. Половину суммы уже удалось собрать. Осталось еще полтора миллиона. Всех неравнодушных горожан семья просит обращаться за информацией о реквизитах счета в телекомпанию «Самара ГИС» по телефону 202-11-22. Или найти группу помощи Сереже Керничному ВКонтакте. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События. Самарская губерния окажет помощь детям Новороссии, чтобы они могли достойно встретить День знаний. С инициативой собрать средства и школьные принадлежности для детей Луганской и Донецкой республик выступил уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов. Общественная палата Самарской области идею поддержала. Для школьников Новороссии уже собрали 50 тысяч рублей. Любое упоминание о родине для Оксаны Задорожной как удар ножом по сердцу. Женщина не может сдержать слез. Полгода назад Оксана с мужем и тремя детьми приехала из Украины в Самару. Говорит, удивительно, что сейчас в Донецке дети могут получать образование. Когда уезжали, школы были разрушены и не могли принимать учеников. В Новокуйбышевске, где сегодня живет семья, ребенка устроить в школу труда не составило. Учебники и даже автобус предоставили. Даже детки, когда болели, 3-4 человека только зимой посещали школу. Автобус все равно приходил, дети посещали школу, могли посетить. Школьные принадлежности, там портфель, самая необходимая, тоже предоставили нам. Учебники, да, школа всем необходимым обеспечили детей. Помочь детям Новороссии достойно встретить грядущий день знаний предложил уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов. Инициативу активно поддержала Общественная палата Самарской области. За неделю для школьников из ДНР и ЛНР собрали 50 тысяч рублей. Также планируют собирать констовары, портфели, спортивную форму. Обязательное условие – товар должен быть сертифицирован. Дети должны получать образование, школьники должны выпускаться и идти в высшеучебное заведение, если у них есть такое желание, несмотря ни на то, несмотря ни на что, что происходит вокруг. Мы помогаем нашим братьям-славянам, которые сейчас находятся на территории, по сути, где ведутся воевые действия. По данным ООН, в зоне вооруженного конфликта на Украине оказались порядка 5 миллионов человек, около трети из них – дети. Оставить их в беде жители губернии просто не могут. В прошлом году Самарская область приняла более 5 тысяч беженцев. Помогать жителям Новороссии здесь намерены и в дальнейшем. Помочь им сейчас поддержать их, обеспечить их будущее, чтобы они могли продолжить образование, чтобы они могли перейти к нормальной жизни – это наша основная задача. Акция «День знаний в Новороссию» продлится до августа. Деньги можно перечислять на счет благотворительного фонда «Радость», а школьные товары приносить в пункты приема общественной палаты. В регионе уверены, благодаря неравнодушию и активности жителей получится собрать и отправить в колонию с гуманитарной помощью грузовик, на котором будет написано «От жителей Самарской области». Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Исторической достоверности в Самаре добавят конные патрули. Правда, пока бравые стражи порядка следят за соблюдением закона только на улицах поселка Управленческий. Оказалось, что конный патруль особо эффективен в борьбе с нетрезвыми гражданами, распивающими алкоголь в общественных местах. Выявлять нарушителей казакам помогают и статные напарники, которые за версту чуют недоброе. Коллектив слаженный, профессиональный. Напарник попался замечательный. Помогает выявлять нарушителей порядка и к своей работе относится ответственно. Такую характеристику дает студент юридического института ВСИН казак Александр Воробьев верному орловскому скокуну папирусу. Казачий патруль не первый раз выходит на улицы, во дворы и скверы в поселке Управленческий. С инициативой организовать конное патрулирование выступил Общественный совет микрорайона по просьбе жителей. Я не знаю, что спокойно идем с работы. Бывает, идешь в драке или что-то, если есть кто патрулирует, можно об этом сообщить, сказать. Был тут недавно случай. Казаки приехали и разобрались. Молодые казаки работают парами, а точнее четверками, если считать и коней. Обязанность патрульных – следить за порядком. Если заметят нарушение закона и спокойствие граждан, пресекают и вызывают отряд полиции. Для этого имеются телефоны и рации. Юные патрульные прошли специальную подготовку под присмотром опытных наставников. Мы сами готовили этих ребят, молодых, я имею в виду ребят, у которых нет еще навыков. Вот поэтому, ну и естественно, обращались к нашему Красноглинскому отделу. Форма у нас приведена указом президента, поэтому мы имеем полное право ее в ношении. Вот, форма дисциплинирует. Сразу, куда бы ни подъехали, где такие вот инциденты бывают, это форма. Сразу человек преображается, совершенно другой, совершенно другая реакция. Такие стражи порядка – мера действенная. Как отмечают казаки и жители, нарушений на улицах поселка стало в разы меньше. Казаки одним своим видом уже заставляют нетрезвых людей вставать на путь исправления. Для верности еще и разъяснительные беседы проводят. Да и у преступников убежать от столь быстрых стражей не получится. Рейды будут организовывать по вечерам. Сначала летом, а если потребуется – и зимой. Маршруты составляют на основе жалоб жителей поселка. Марина Кравцова, Павел Простников, События. Семьдесят лет – давление в норме. Компания «Самара Газ» отмечает свой юбилей. Четыре тысячи километров наружных газопроводов, сто двадцать котельных, почти полмиллиона квартир с газовым оборудованием обслуживают специалисты СВГК. «Самара Газ» сегодня активно участвует в газификации социально значимых строек. Поселок Озерный, микрорайон Крутые Ключи, Южный город. В компании сегодня работают почти три тысячи специалистов, которые верны традициям, заложенным поколением куйбышевских пионеров газификации. 27 рабочих династий со стажем, превышающим 50 лет. Отличников труда отметил благодарственными письмами за вклад в развитие города первый вице-мэр Виктор Кудряшов. Сегодня компания оказывает огромную поддержку не только своим сотрудникам, но и организациям, которые работают в городе. Я знаю очень долгое и тесное сотрудничество с компанией, с театром «Самарт», с Центральной детской музыкальной школой. Спасибо вам огромное за это, потому что я думаю, что бизнес должен выполнять какие-то социальные обязательства. Это огромнейший профессиональный опыт. Опыт, огромный труд. Сами многие из вас представляют, особенно зимние периоды, когда порывы газопроводов идут. За этот год отработаны значительные технологии. Князь Потемкин и граф Орлов на платье Екатерины Великой. Этот исторический сюжет представлен в куклах. Удивительно, но умелые руки мастеров могут превратить детскую игрушку в музейный экспонат. Куклы, воплощающие исторические персонажи, выставлены в особняке Клодта. Уникальные произведения искусства, кропотливо созданные вручную, увидел наш корреспондент. Вот только поиграть в куклы ей не дали. Почти портретное сходство и художественная ценность. Кукольный образ императрицы Екатерины II жемчужиной экспозиции. Создавать такие произведения прикладного искусства – работа ювелирная. Ордена на груди венценосной особы практически точно соответствуют тем, что изображены на портретах. На платье тончайшая вышивка и сотни мельчайших камней. У художницы Ольки Бакановой свои секреты, как простое, превратить в эксклюзивное. А золото, из которого сшито платье, это крашеная ткань. Она на самом деле простая, какого-то бежевого цвета, мантия тоже очень сложная в исполнении была. Берется бархат подходящего цвета, а только там аппликация гербов. Но мы старались имитировать вышивку. И возможно, что это даже удалось нам, потому что все считают, что это вышивка. Выставка кукол в особняке Клотта постоянно обновляется и пополняется новыми героями. В этом сезоне помимо Екатерины II почетные места заняли княгиня Ольга и Александр Невский. За год художница и двое ее помощников делают не более пяти кукол. Труд кропотливый и длительный. И с каждым годом мастерство становится все совершенней. Высочайшая эстетика. Под таким кредо делают выставки в Самарской детской картинной галереи. Удивляют даже иностранцев. В интермузее в Москве. В Москве мы показывали выставку для слепых. И тоже произвели очень хорошее впечатление. К нам подошли, в общем-то, наши коллеги из музея Прада. И получилось так, что они настолько оценили нашу коллекцию для слепых, что поняли, что их коллекция уступает. Кроме эксклюзивных кукол, в музее еще две новые экспозиции. Историческая Самара 19-го, начало 20-го веков в картинах Владимира Алексушина и вечные ценности в рисунках детей. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Это были все новости к этому часу. А у меня еще новости экономики. Однажды Виктор Герасченко сказал, проституция всегда была, есть и будет. Так же, как и банковское дело. Получается, что названия разные. Но смысл одинаковый. А между тем, Центробанк ограничивает доходность по вкладам населения. С 1 июля изменились правила для банкиров. Теперь размер отчислений в фонд страхования вкладов будет привязан к уровню ставок банков по вкладам. Чем выше ставки, тем больше отчисления. Если банк укладывается в базовый уровень доходности вкладов, он будет платить отчисления по базовой ставке 0,1%. В случае превышения базовой ставки кредитная организация за весь этот квартал должна будет заплатить в АСВ взносы по повышенным ставкам. В связи с этим банкам придется внимательно следить, чтобы их обещания доходности по вкладам совпадали с правилами Центробанка. Так что сверхвысоких депозитов теперь не будет. Вот еще бы с кредитами так сделали. По данным агентства Интерфакс, Автоваз намерен приобрести 100% акций ОАО «Автоваз Транс», принадлежащего корпорации «Ростех». Госкорпорация объявила конкурс по выбору оценщика на 100% доли в «Автоваз Трансе». Оценка проводится для целей принятия управленческих решений. Рассмотрение заявок на конкурс и подведение его итогов запланировано на 1 июля. Продажа планируется на открытом аукционе по результатам оценки будут определены сроки продажи. Власти Туниса решили отменить налог, который был введен для иностранцев-нерезидентов. В миру эту подать прозвали «налог на досвидание», так как его собирали с отбывающих туристов в размере 30 тунисских динаров или 15 долларов США. Первопричина такого введения – создание возможных бонусов для туристов, чтобы хоть как-то увеличить турпоток, рухнувший после теракта в Суссе. А я вот не знал, что с гостей страны собирают деньги за отъезд. Некоторым логичнее было бы доплачивать, чтобы уезжали быстрее. А вот представьте, что будет, если, к примеру, Чехия введет такой налог. Наши там нагуляются вдоволь, а как уезжать? Извините, поиздержались. Деньги – йог. И можно продолжать гудеж на законных основаниях. Курс доллара на 2 июля – 55 рублей 47 копеек. Курс евро – 61 рубль 65 копеек. Золото стоит 2089 рублей за грамм. Серебро стоит 27 рублей 88 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 62 доллара 97 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова